МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кровавый генерал Суровикин и путинские олигархи. Что между ними общего? Деньги, в том числе ваши. Как разбогатели кровавые военные преступники, приближенные к власти предприниматели, а также как чиновники разворовали госкорпорацию Роснано. Покажем сегодня в программе «Ваши деньги». Я, Сергей Мальнев, приветствую и начинаем. Посмотрите на это. Персонаж, из которого российская пропаганда со скрипом, но лепит героя-спасителя. Спасителя не простого народа, конечно, а путинской кровавой авантюры под названием «Специальная военная операция». Она, как известно, давно провалилась и катастрофически для России затянулась. И вот исправить это, переломить ход войны по замыслу Кремля должен он, генерал Суровикин. Новый герой придворных мифотворцев, который на самом деле, как мы покажем, ничем не отличается от старых, просто коррупционер в погонах с миллионами на счетах и элитной недвижимостью, которую приобрел за ваши деньги, полученные в знак награды за массовые убийства мирных людей. Новый скандал в российской армии. На этот раз оскандалился командующий войсками РФ в Украине Сергей Суровикин. Звание героя Российской Федерации присвоено генерал-полковнику Суровикину Сергею Владимировичу. По данным издания «Верстка», у Суровикина нашли элитную недвижимость на сумму более 2 миллионов долларов. Мы готовы выполнить любую поставленную вами задачу. В 2019 году жена Сергея Суровикина, Анна, владела сразу тремя земельными участками площадью 4100 квадратных метров, садовым участком площадью 1500 квадратных метров, особняком площадью 685 квадратных метров, и тремя квартирами площадью 83, 107,5 и 288,5 квадратных метров. В собственности у детей генерала Суровикина обнаружили доли в двух квартирах. Судя по декларации самого военного, у него есть квартира площадью 288,4 квадратных метра. Как показывают многочисленные истории о бемуществе генерала, о том, что он в целом, мягко говоря, не беден, это также является индикатором того, что все это в России современной довольно-таки неплохо вознаграждается. То есть ты демонстрируешь абсолютную лояльность, выполняешь любые приказы, за это получаешь, в принципе, вполне комфортную, безбедную, беспроблемную жизнь. Вот такой вот своеобразный пакт, и Суровикин является рекламой этого пакта. Однако оказалось, что это не квартира, а дом, который находится в коттеджном поселке премиум-класса Дубровка в Новой Москве. Таунхаус Суровикин купил еще в 2009 году на стадии строительства. Согласно документам, его приобрела жена генерала. Также в пользовании командующего войны в Украине есть квартира площадью 107,5 квадратных метров, которая, согласно документам, поделена между его женой и ребенком. Недвижимость расположена на улице авиаконструктора Микояна в Хорошевском районе Москвы. Стоимость такой квартиры около 46 миллионов рублей, а это 750 тысяч долларов. Кроме того, Росреестр скрыл еще одну квартиру Суровикиных. Этой квартирой владеет жена генерала. Жилье находится в московском жилом комплексе бизнес-класса «Серебряный берег» на проспекте маршала Жукова. До недавнего времени семья Суровикина имела в собственности земельный участок площадью 27 соток и стоимостью 109 миллионов рублей, а также двухэтажный особняк площадью 685,5 квадратных метров. В коттедже, расположенном рядом, проживал бывший глава МВД Украины, который принимал участие в силовом разгоне протестующих на Майдане в 2014 году Виталий Захарченко. Известно, что в 2021 году Суровикины продали этот дом, запросив за него более трех миллионов долларов. Но согласно декларации, с 2017 по 2019 годы Суровикин заработал 39 миллионов рублей, 500 тысяч долларов, а его супруга – 19,7 миллиона рублей, это 310 тысяч долларов. Кроме того, до недавнего времени у его семьи был земельный участок в Подмосковье, расположенный неподалеку от дворца кремлевского олигарха Аркадия Ротенберга. А также двухэтажный особняк в 685,5 квадратов, которые, по данным СМИ, на данное время проданы. Суровикин был назначен командующим оккупационными силами в Украине 8 октября. После череды крупных неудач вооруженных сил Российской Федерации, последовавших после начала контрнаступления ВСУ. Звание Героя Российской Федерации присвоено генерал-полковнику Суровикину Сергею Владимировичу. Если мы с вами говорим о генерале Суровикине, то он, наверное, является одним из наиболее типичных представителей современной российской армии. То есть такой абсолютно безусловный исполнитель любых приказов, которые они получают от политического руководства. Причем он всегда был такой, еще в молодость. Ранее Суровикин командовал российской группировкой в Сирии, где отметился жестокими военными преступлениями против жителей провинции Идлиб в 2019-20-х годах. Занимается постоянной организацией военных преступлений, он занимался военными преступлениями в Сирии. Сейчас он переносит всю эту практику на территорию Украины. В 55-летнего Суровикина уже давно прозвали коррумпированным и брутальным генералом, даже по стандартам российской армии. Он никогда не задавал лишних вопросов и всегда делал то, что ему говорят в политическом руководстве. Именно такие генералы сейчас наиболее важны, наиболее нужны и наиболее полезны для руководства путинской России. При этом политическое руководство отдает преступные приказы, а армия их, опять-таки, безусловно выполняет. Суровикина и таких, как он, ожидает, если не смерть, то трибунал. А что ожидает всех тех не военных, но пособников режима Путина, которые годами богатели при нем и как бы в знак благодарности финансировали и финансируют его преступный режим? Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 250 российских олигархов, бизнесменов и членовых семей. Лисин, Тимченко, Прохоров, Ковальчук, Ротенберг и другие рискуют потерять свое имущество и миллиарды, причем не только в Украине. Про один из механизмов расплаты за войну. Далее. Санкционный список СНБО заработал. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. В список попали 2507 физических и 1374 юрлица. Государство-террорист заплатит за свой террор изоляцией, деградацией и активами как государственных, так и квази-приватных лиц, которые связаны с этим российским режимом. В этом списке оказались крупнейшие системообразующие компании, банки, предприятия энергетической, добывающей и коммуникационной сферы. Так в перечень попали Татнефт, Татойл, предприятия группы Лукоил, Альфа-Банк, компании, связанные со Сбербанком и ВТБ-банком, а также многие другие. Они немалые. Я их оценивал с учетом, допустим, банка Альфа, ну где-то в районе полтора-два миллиарда долларов. То есть, если поискать еще более глубоко, думаю, можно выйти на цифру порядка трех-четырех миллиардов. И это оценка бизнеса, который расположен в воюющей стране. После победы Украины акции, а соответственно и цены подобных бизнесов существенно возрастут. Если закончится быстро война и начнется восстановление украинской экономики, резко подорожают все активы Украины, вместе с тем подорожают и национализированные активы. И тогда можно говорить о пяти-шести, а может быть даже через несколько лет и десяти миллиардов долларов. И все эти национализированные активы послужат послевоенному восстановлению украинской экономики. Помимо крупных компаний, санкции не обошли стороной и частных лиц. Более чем две с половиной тысячи этих физлиц попали в данные списки. К примеру, не обошли санкции и кремлевского олигарха Романа Абрамовича, который своим участием в мартовских переговорах пытался себя обелить. Теперь же он наряду с Аркадием Ротенбергом, Михаилом Фридманом, Владимиром Лисиным, Сулейманом Керимовым и десятком других, набивавших свои кошельки в тесном сотрудничестве с Кремлем, отдаст свои активы в пользу народа Украины. Само собой в список попали пропагандисты и коллаборанты. Любой, кто подбрасывал в российский угар, дров будет наказан. Начиная от Сальдо и заканчивая Соловьевым. Не обошли эти списки стороной, конечно же, и деятелей культуры на России, поддержавших развязанную РФ и войну. Таких десятки, а то и сотни. Гойда, братья и сестры, гойда! Но что еще интереснее, в списке значатся несколько фамилий известных украинских предателей, которые с момента начала войны продолжили зарабатывать деньги в стране-агрессоре. Либо же просто избрали игру в молчанку, ведь они как бы вне политики. У нас с Владом сейчас мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу. Мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем сходятся. Мы наложили вето вообще на любые политические разговоры. Помимо Регины Тодоренко, в санкционный список попали Аня Лорак, Таисия Павалии, Анна Седокова, Снежана Егорова и, конечно же, жена Медведчука Оксана Марченко. Поиски российских активов будут продолжаться. Санкционные списки будут расширяться. А все предатели и зачинщики этой войны, имеющие какие-либо активы в Украине, отдадут их в пользу украинского народа. Конфискация имущества российских олигархов. Это далеко не единственный механизм, который позволит собрать необходимые на восстановление Украины сотни миллиардов долларов. Напомню, кстати, что ущерб, нанесенный войной, оценивают уже в астрономическую сумму под триллион долларов. Покрывать эти убытки, кроме олигархов, придется и российскому бюджету. Вопрос репараций может сейчас и не самый актуальный, но свое место в повестке занимает. Как и вопрос помощи, тут подчеркну дружеской помощи со стороны Европейского Союза. Там обсуждают необходимость создания плана маршала для Украины. Зачем и что это такое? Рассказываем. План восстановления Украины на этот раз от Шольца и фонда Ляйен. В Берлине состоялось открытие международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины. Европа поддерживала Украину с первого дня. Мы никогда не постигнем жертвы, которые несет Украина каждый день. Но мы можем оставаться на их стороне. В зале присутствовала и украинская делегация. По видеосвязи в открытии конференции также принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Пусть агрессор видит, что его цель недостижима, а наши с вами общие цели все реализуются. И мы обязательно должны определиться с конкретикой того, как будет работать механизм возмещения государством-агрессором всех нанесенных этой войной убытков. Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, говорила в том числе о массовости разрушений в Украине. Тысячи разрушенных домов, несколько сотен школ пострадали. Мосты, дороги, станции электроснабжения, железнодорожные пути и другие индустриальные сооружения бомбят. Для украинцев это не только статистика, это ежедневный опыт. Олаф Шольц, в свою очередь, сделал акцент на том, что новый план Маршала для Украины – это возможность не только восстановить страну, но и модернизировать ее. Важный производитель зеленой энергии, экспортер индустриальной и аграрной продукции, цифровой центр с одним из лучших IT-экспертов, а также член ЕС с соответствующей инфраструктурой и правовой базой. И пункт модернизации для Украины важен не только в экономическом плане, но и в политическом, ведь речь идет о повышении стандартов. И тут не стоит забывать, что Украина является кандидатом в члены ЕС. Сейчас абсолютно четко ставится задание поднять инфраструктуру во время реконструкции Украины до европейского уровня и фактически реконструировать Украину таким образом, чтобы она уже была членом Европейского Союза и соответствовала таким требованиям. Сам заявленный план пока не принят. Стоит отметить, что так называемый план Маршала уже не впервые создается для Украины. Первая версия была представлена 4 июля в швейцарском Лугане. План тогда состоял из 15 пунктов и был рассчитан на 10 лет. Первый вариант плана, и это всеобще признано даже от правительства Украины, он недостаточно учитывал потребности муниципалитетов и городов, поэтому его нужно обновить. Мы сейчас получаем где-то половину нашего ВВП или почти половину нашего уже сокращенного ВВП в виде финансовой помощи или военной помощи. Не названа пока что и сумма, которую планируют предоставить Украине, ведь в прошлый раз Лугана она составляла 750 миллиардов долларов. Но с того момента разрушений в Украине стало намного больше. Зеленский недавно заявил, что впоследствии российских обстрелов было поражено 30% электростанций. Не стоит забывать и о жилых домах, больницах, школах, объектах инфраструктуры. В первое время нужно быстро восстанавливать энергетическую систему и другие системы обеспечения, которые сейчас разрушаются оккупантами. Политики по отдельности неоднократно восказывались в поддержку Украины, но теперь объединили свои силы. И еще одно отличие грядущего плана от предыдущего в том, что ЕС поможет не только в финансировании восстановления, но войдет в состав самой системы. Предыдущий план Украина хоть и составляла с международными экспертами, но все же в основном полагаясь на свои силы. Шольц и Фандерляйн еще рассказали о необходимости большой поддержки Украины как и на немедленные нужды сейчас, так и для будущей реконструкции и модернизации страны. Но они также отмечают, что детали будут разрабатываться и разрабатываются совместно с правительством Украины. Не изменился лишь вечный вопрос, где брать деньги. Тут все как раньше, три источника ЕС, второй российские репарации и третий менее обсуждаемый, но тоже очень важный. Эти деньги можно и нужно будет получать не только из государственных источников, эти деньги нужно будет получать из частных источников, на фондовых рынках у частных банков. Но здесь нужно иметь хорошие частные проекты. Кроме того, на открытии конференции можно было четко следить, как заявления Германии ставят все более жестче по отношению России. Атаки по гражданским и гражданской инфраструктуре Украины указывают на то, что Россия в отчаянии, а народ Украины победит. Для обеспечения победы Германия вместе с друзьями и партнерами продолжит решительно поддерживать Украину политически, финансово, гуманитарной помощью и оружием. В этой ситуации для Украины есть еще один выгодный момент, ведь Германия подчеркнула не только финансовую помощь, но и военную. Раньше их риторика в этом плане была более мягчая. Там не спешили помогать Украине оружием. Совершенно недавно мы слышали разговоры о том, что безопасность Европы нельзя строить без России. А сейчас мы видим заявление высших чиновников Германии о том, что безопасность Европы будут строить от России. То есть Европа должна быть безопасна от России. Это очень кардинальное изменение. Оно касается двух, даже трех самых главных партий, немецких. Украина не так давно получила от Германии противовоздушную систему обороны и РСТ, а вскоре планируется еще одна партия. Эксперты связывают такую смену риторики сразу с несколькими причинами. Во-первых, массовый обстрел энергетической инфраструктуры Украины 10 октября. После атак ракетами Россия опустила в войну еще и иранские дроны Камикадзе, что в который раз показало, что даже если у россиян закончатся ракеты, что на данном этапе войны маловероятно, то они все равно продолжат террористические акты против Украины. Немцы поняли, что это атака и на них в том числе, что вся риторика, вся политика России в действительности не просто антиукраинская, а антиевропейская, то есть антизападная. И немцы поняли, что останавливать агрессора лучше на дальних подкупах, то есть в Украине, и что укреплять Украину гораздо более выгодно, чем ожидать удара где-то на натовской территории. Конечно, РФ уже почти потеряла еще один свой козырь, которым последние десятилетия шантажировала весь мир. Европа в очень быстром порядке занялась альтернативой российскому газу. То, на что планировали потратить более семи лет, европейцы начали решать за месяца. Последней каплей, отмечают политологи в решении Германии, активнее вооружать Украину, стали российские атаки по северным потокам. Договариваться с террористом не получится, и это уже ясно, стопроцентно и для Германии. Путин оставил одну веточку северного потока, два, для того, чтобы размывать и пытаться шантажировать немцев. Но немцы пошли совершенно по другому пути. Они решили газовый вопрос, решили очень просто, оперативно, легко. И, как оказалось, разговоров вокруг невозможности европейской энергетики без России, эти разговоры были всего лишь разговоры. Возвращаясь к самому плану восстановления Украины, пока что он на этапе составления. Как можно бесконечно воровать, деребанить, списывать народные деньги и выходить сухими из воды? Ответ хорошо знают представители российской власти и государственные бизнесмены, в частности, из госкорпорации «Роснано». Как ее руководители, любимые инноваторы Путина, 15 лет обещали технологический прорыв России, однако вместо прорыва обеспечили только провал. И сколько за это ничто и позорно весь мир заплатили все вы. Про это наш следующий сюжет. В российских войсках такое придумали. Портянки в российской армии могут заменить современными наноносками. Новая разработка не натирает ноги и, главное, абсолютно не пропускает влагу. Это проект государственной компании «Роснано». Основатель и многолетний руководитель, печально известный Анатолий Чубайс. Первое, о чем я хотела сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много. Ржавый толик его называют. Нанослой в них вшит между прочной синтетикой и теплой шерстью. Второй слой – мембрана, которая выпускает пот и не пропускает воду. Ну неужели мобилизованные таки забудут о ненавистных портянках? Нет, это новость еще девятилетней давности. Проект «Нано-Носков» по две тысячи рублей за штуку тогда с треском провалился. Так что и дальше мотайте ноги, как деды. Как эти ебаные, портянки эти 21 века, а мы, в чем деды, воевали. И такая судьба постигла еще и другие инновации «Роснано». При всем при том, что правительство, Российская Федерация, ну и, конечно же, мы с вами, из наших налогов, точнее, потратили на «Роснано» больше 400 миллиардов рублей. Распакую гаджет за 10 миллиардов рублей. Не верите мне? Смеетесь и говорите, что таких гаджетов не бывает, потому что их просто никто не купит? Деточка, это Россия. Здесь такие гаджеты не только есть, но и купил его именно ты. Это чехол для айфона с технологией электронной книги. Звучит интересно, если бы еще работало. Заряжали. Это примерно 40 минут до начала нашей демонстрации. Попробуем включить. Значит, смотрим. Одна кнопка есть, внутри никаких кнопок нет, ничего. Есть штука для зарядки и кнопка. Нажинаем на кнопку и ждем 3 секунды. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Ничего не получилось, не зарядилось наше устройство, но... Но и зарядка не помогла. Ну, тут ничего не работает. Здесь просто есть экран, через который просвечивает несколько разных картинок. Здесь по-прежнему не работает регистрация. Ну, собственно говоря, 10 миллиардов потрачены, и там на той стороне ничего нет. Итог. Полный провал. Опять. Как бывало уже не раз, новинки Роснано на деле оказываются всего лишь копии уже существующих моделей. Причем далеко не всегда улучшенный, но неизменно чрезвычайно дорогой. Вот, например, наноскутер Юджет. Юджет обещает стать самым совершенным средством перемещения на планете. Он также отличается от байков и велосипедов, как айфон от кнопочных телефонов. Но единственное, чем двухколесный аналогов нет, таки удивил рынок, так это ценой. Стоить минимальной комплектации будет 8800 евро, а большая 9900. Да, это же стоимость нового авто. Причем за похожие мопеды на рынке просят всего лишь от одной и до трех тысяч долларов. Все дорого, конечно. Зверски дорого. Но путинские инноваторы якобы добавили в шины скутера невидимые нанотрубки. Имитация инноваций, имитация научной деятельности, имитация каких-то процессов, она является вот прямо ярким символом нашего времени. Также и уверение о поддержке отечественного производителя. Да, Анатолий Чубайс и компания Роснана объявили о том, что этот скутер будет выпускаться российской компанией. По факту компания Юджет, как мы сейчас поняли, является Люксембургской, она производит этот девайс и есть какие-то российские инвестиции. Нет, ну серьезно, на какого потребителя рассчитан сей продукт? Хипстер-миллионер с отсутствием чувства самосохранения? Это не будет работать. И правда, не сработало. Опять. Роснана, объясняя просто, работала так. Находила якобы инновационные компании, вливала в них миллиарды бюджетных рублей, запускала производство первых партий десятков разнообразных продуктов. Которые якобы были произведены в России, но на самом деле их производили в Китае, а в России просто ставили лейбл «Made in Russia». А дальше абсолютное большинство проектов просто банкротилось. Хотя Чубайс зарабатывал в год в среднем по 210 миллионов рублей. Будут над нами слегка посмеиваться. И это плохо, потому что очень хочется, чтобы Россия, которая всегда славилась своими учеными, у которой был Гагарин, у которой, не знаю, Булин Менделеев и прочие великие умы, имена, чтобы она на сегодняшний день не выглядела в таком, я бы сказала, позорном положении и не была на посмешащего всего мира. Топ-менеджеры им лишь разводили руками. Мол, ну, бывает, на то они и инновации, дело-то ведь рисковое. А параллельно мутили наглые схемы. Андрей Горьков был управляющим директором по инвестиционной деятельности. И по данным следствия причинил ущерб компании, то есть бюджету, на 740 миллионов рублей. Эти деньги Горьков разместил в Смоленском банке под видом обслуживания. Позже у банка отозвали лицензию и Роснана потеряла всю сумму. А перед отзывом лицензии брату Горькова отошли активы банка стоимостью в сотни миллионов рублей. Но и Горькова, и Чубайса, и других топов Путин великодушно прощал. Помните знаменитое на всю страну решение Следственного комитета России о прекращении уголовного дела в отношении топ-менеджеров и других участников? О растрате 220 миллионов рублей. Почти четверть миллиарда на минуточку. Знаете, по какому мотиву было прекращено дело? А за истечением срока давности, ну, не хватило правоохранительным органам времени посадить негодяев за решетку. И вот вам итог. Компания Роснана задолжала банкам более 140 миллиардов рублей. Это при стоимости их активов в половину, в 70 миллиардов. Даже совершенно не сведущему в финансовых делах человеку такая диспропорция должна показаться как минимум странной. А сам Чубайс из России сбежал. И теперь правительство планирует Роснана таки ликвидировать. Но, вероятно, решили еще раз распилить бюджет на прощание, как говорится. При ликвидации компании по какой-то причине акционерам выплачивается почти 10 миллиардов рублей. Но корпорация же банкрот. Потому что эти деньги выплачиваются нужным пацанам из бюджета. Из наших же с вами снова недели. За 15 лет Роснана стала именем нарицательным символом коррупции. И не запомнилась ни одной действительно стоящей инновации. А может, с самого начала все задумывалось просто как гигантский распил? Остановили который лишь потому, что пилить в бюджете уже особо и нечего. Вы смотрели программу «Ваши деньги». Мы разоблачаем власть, которая десятилетиями обворовывает простых россиян и тянет в страну в бездну. Встречаемся в эфире телеканала «Фридом». Каждый вторник и пятницу в 16.30, а также в любое удобное время в Ютубе. Канал Гроши. Подписывайтесь и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин